Рыбалка Рыбалка – это интересное и популярное увлечение на открытом воздухе, и это не только источник пропитания. Сейчас все больше ценится впечатление от самого процесса и возможность нахождения на природе. Популярными видами любительской рыбалки являются, например, троллинг, джиговая и зимняя рыбалка. Техники рыбалки постоянно совершенствуются, что делает рыбалку более эффективной. В результате рыбные ресурсы, популярных среди рыбаков в водоемах, быстро истощаются и не успевают восстановиться. Это может особенно отразиться на ловле крупной рыбы. Сами рыбаки могут повлиять на сохранение рыбных ресурсов. Особенно быстро посредствия интенсивной рыбалки негативно сказываются на популяции рыб небольших рек и лесных озер. Рыбные ресурсы более крупных озер также уменьшаются. Чтобы обеспечить возможность рыбалки в будущем, рыбакам нужно уметь делать правильный выбор и вести себя, согласно законам природы, на водоемах. Культура рыбалки изменилась. Рыбалка теперь – это не только источник пропитания. В настоящее время все чаще говорят об устойчивом, выборочном или щадящем рыболовстве. Выборочная рыбалка – это когда часть улова отпускается обратно в водоем, а другая часть оставляется на еду. В качестве улова оставляется рыба средних размеров, а также такие виды рыб, популяция которых восстанавливается быстрее. Исследования показывают, что более крупная рыба дает качественное и крупное потомство. Большие хищные рыбы играют важную роль в экосистеме водоема. По этой причине, например, следует отпускать крупные особи щук в популярных местах рыбалки. Просто отпустить рыбу недостаточно для того, чтобы она выжила. Вываживание, освобождение от крючка, а также фотографирование приносят рыбе определенный стресс. Чем дольше рыба находится вне воды, тем меньше шансов у нее выжить. Есть простые способы, с помощью которых шансы на выживание рыбы можно повысить. На бресне обычно находится несколько крючков, которые замедляют процесс освобождения рыбы. Тройные крючки можно заменить одинарными. Меньшего количества крючков достаточно для лова. Это позволит быстрее и безопаснее освободить рыбу. Рыбу лучше всего отпускать специальными щипцами еще в воде, не поднимая ее в лодку. Если рыбу все-таки нужно поднять в лодку, то ее надо поместить сразу в емкость с водой. Рыбу нельзя трогать сухими руками, так как чувствительный слизистый покров кожи рыбы легко повредить. Многие рыбаки начали использовать резиновые сачки, которые, в отличие от традиционных, более безопасны для кожаного покрова рыб. Следуя принципам устойчивого щадящего рыболовства, каждый рыбак может внести свой вклад в будущее рыбных ресурсов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова